Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Только уверенный в себе, спокойный и самодостаточный человек так точно бьёт по шарам. Здесь счёт идёт не на секунды, а на минуты и часы расслабляющей игры на бильярде. Убедитесь сами, приходите в бильярдный клуб «Бест». Мы по-прежнему на Лепсе 4. Заказ стола 58-74-14. Бильярдный клуб «Бест». Командная игра индивидуальностей. Всегда к вашим услугам японская и европейская кухни. Ежедневные скидки. Подробности в группе ВКонтакте. Культпоход. Пятничный культпоход снова в эфире. Напомню, что мы стартовали час назад, на часах сейчас 12.06. И мы продолжаем, продолжаем наш культурный разговор. Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Да, в студии. Чуть позже представим гостя. Но перед этим немного слова благодарности нашему партнёру. Это бильярдный клуб «Бест». Это 9 столов американского пола. Извините, я перебиваю. Хочу сам сказать. Хорошо. 6 столов русского бильярда и снукерный стол. К вашим услугам европейская и японская кухни. Ежедневные скидки и акции. Клуб «Бест» — это школа бильярда для детей и взрослых. Индивидуальные и групповые занятия. Если вы хотите провести корпоративный турнир по бильярду, то «Бест» организует его на самом высшем уровне. Адрес клуба «Лепси-4-2», телефон 58-74-14. Бильярдный клуб «Бест» — прекрасное место как для романтических свиданий, так и для дружеского общения. Заглядывайте и наслаждайтесь этой замечательной игрой. Приветствуем нашего гостя. Как мы и анонсировали, в первом часе к нам. Пришёл. Владимир Иванович Грибанов, директор театра на Спасской, председатель Кировского отделения Союза Титрангетии России. Правильно? Добрый день. Добрый день. Рады вас приветствовать. Сразу же давайте скажем, мы как-то заинтриговали наших слушателей в первом часе. Владимир Иванович пришёл с билетами. Вот один билет у нас в первом часе уже был. Уже вслепую выиграли, понимаете? То есть даже не зная, какой спектакль, люди бы в тюк. Да, выбрали, да. Это радует. Ещё один билет на двух. На две персоны. Да, спектакль «Сон в летнюю ночь». 31 марта в 18.00 в Театре на Спасской. Вот в этом часе мы снова будем разыгрывать именно этот билет. Ну и чуть позже сообщим, напомним вам, что у нас ещё есть. Все остальные призы, да, напомним, конечно. Владимир Иванович, грядёт Международный день театра. Точно так. 27 марта. Да. Я посмотрел, поинтересовался. В общем-то, дата-то не такая уж и пожилая. 61-го года отмечается на самом-то деле. Ну, на самом деле, эта дата установлена, сами понимаете, кем. Ну, раз он Международный день театра, значит, к этому имеет отношение ЮНЕСКО и так далее, и так далее. Ну, вот так тому и быть решили, значит, 27 марта, значит, 27 марта. Ну, с другой стороны, так интересно, говоришь, не так уж и давно. В общем-то, всю нашу жизнь, можно сказать, этот день отмечается. Но это можно назвать профессиональным праздником, да? Да, это профессиональный праздник. Всех, кто связывался с театром. Праздник, да, всех театральных деятелей, всех, кто в нём работает. Ну, я так думаю, что и, как это говорят, ещё есть масса сочувствующих, да, то есть поклонников театра, любителей театра, которым этот праздник тоже навевает некие позитивные, положительные мысли. Ну, а для зрителей, что это значит? Ну, вот я, собственно, о них и говорил. Какой-то особый сюрприз, особый подарок сотрудники театров готовят обычно к этому? Мы более конкретный вопрос задаём. Понятно. Ну, скажем так, вот в Горде-Кирве у нас сложилась давняя традиция своим профессиональным сообществом отмечать этот праздник. И мы обычно это делаем день в день. Он выпадает по-разному. Бывает суббота, бывает пятница, бывает... В этом году выпало на понедельник. А выходной день в театрах-то? А в театрах выходной день, да. Ну, что ж не отметить, Тарас, выходной день. Мы отметим, мы себя любимых не забудем. Значит, в этом году мы, значит, правление нашего отделения посовещавшись, решили изменить немножечко формат этого праздничного вечера. Мы перекочевали в другое помещение. Ну, традиционно обычно проводим, ну, по очереди, да, там, в театре «Кукол», в драматическом театре, в театре «Наспаска» и так далее. В этом году нашей историей, значит, заинтересовался ко всему прочему ещё Андрей Викторович Пушкарёв, всем небезызвестный. Мы с ним провели переговоры. И он любезно согласился и пригласил нас провести этот праздничный вечер в Гауди-холл. В Гауди-холл? Да. Ну, почему бы нет? Ну, почему бы нет? Отличное, отличное здание. Ну, нам стало интересно это тоже. Мы решили так тому и быть, значит, просто в формате этого помещения, скажем так, те театралы, те, которые раньше приходили к нам на этот праздничный вечер, там, приобретая билеты или ещё каким-то другим образом, вот, они не попадут. Там будут присутствовать, ну, творческий состав театров, там, ну и так далее. Это обычно Капустник называется? Нет, это не Капустник. Скажу так, традиционно в День театра мы подводим итоги профессионального нашего конкурса «Удача года». Значит, это наша местная премия. Наша, да, 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 это наша премия «Удача года», так она и называется. Сколько уже лет это? Это 22-я церемония. Вот так, 22-я. Будет, да, вручение, значит, театральной премии «Удача года». «Удача года» вручается по итогам предыдущего, как бы, года календарного, да. Там номинантами, как бы, все спектакли, выпущенные всеми тремя театрами, является. Вот, своё отношение к прошедшим премьерам высказывает, собственно говоря, профессионалы, работающие в этих театрах. Это только творческие работники. К ним относятся, естественно, актёры, режиссёры, художники. Значит, вот такая группа людей, она высказывает своё мнение. Всё это проводится с помощью тайного голосования, раздаются анкеты. Ну, и каждый, значит, высказывает, там, своё мнение в этой анкете, отмечая, там, ту или иную работу. Значит, там у нас основные номинации. Это «Удача» режиссёра, художника, актрисы и актёра. То есть, четыре основных номинации, да? Да, четыре основных номинации, но, значит, те, кто ходит и знает, им ничего объяснять не надо. Кто не бывал на этих церемониях, должны иметь в виду, что все четыре номинации рассматриваются в каждом театре. То есть, здесь у нас всего три театра в городе Кирове. Один из них — театр «Кукол». Вот, здесь у нас, собственно говоря, никакой конкуренции такой не может быть. То есть, все театры очень разные, на самом деле. Да, все разные. Сравнивать довольно сложно, да. Не может быть между театрами конкуренция. Мы здесь это условие сразу отмели, ну, буквально с самого начала проведения этого конкурса. Поэтому, вот таким образом, помимо всего прочего, в течение сезонов театральных бывают различного рода интересные творческие события. И у режиссёров, и актёров, и актрис, которые не попадают в основные номинации. Вот, там правление, значит, отделение рассматривает ещё специальные призы от правления, которые тоже вручаются на этом праздничном вечере. Всё это проходит в театрализованной форме. У нас есть сценарная группа, которая пишет сценарий. Естественно, ну, костяком сценария является вот вручение процедуры, вся эта церемония вручения этих премий. Ну, помимо всего прочего, там, значит, действуют различного рода персонажи. Как это бывает, должен быть конфликт в любом действии. Значит, там есть персонажи, которые развивают это действие, а есть персонажи, которые мешают развивать это действие. В общем, в целом, это одно театральное явление. Да, 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 да. Ещё бы в театральном вот таком мероприятии не было бы театра, да? Ну да, было бы странно, если бы пригласили каких-нибудь там, да, и странных исполнителей, если они бы нас развлекали, и всё. То есть мы сами себя там развлекаем, ну, и плюс тех гостей, которых мы приглашаем всё-таки. Участников от театра «Наспаска» можете назвать, кто будет? Участников от театра «Наспаска»? Кто номинирован, какие работы? Ну, скажем так, нет, я вам объяснил. Номинантами являются все. Все. Вот все работы, которые были в прошедшем году. Одно могу только сказать, что состоялась уже комиссия, которая произвела подсчёт голосов. То есть конверты уже готовы? Все номинанты уже определены. То есть победители уже как бы определены? Да. Узкому кругу, значит, людей. Как киноакадемиков, да? Здесь вот такие местные, такие академики, да? Нет, у нас есть там ревизионная комиссия, которая контролирует работу этой счётной комиссии. Всё. То есть там всё уже номинации, все победители, все уже как бы известны. Всё это держится пока, значит, в большом секрете. Вот. И опубликовано будет это всё. Обнародовано уже. Обнародовано во время мероприятия. Ну, я думаю, уже средства массовой информации там оповестят уже. Да, безусловно, ежегодно появляется затем. Значит, всю эту информацию, потому что не так много у нас всякого рода поощрений, признаний, похвал и так далее, да? В нашей обычной, обыденной жизни. Конечно, мнение профессионалов может, естественно, каким-то образом не совпадать с просто... С мнением зрителей. С мнением зрителей, но на то и как бы... Ну, это профессиональная премия, когда... Да, мы находимся всё-таки, да, по разные стороны немножко, да? Рампы зрители, они смотрят, профессионалы, они ещё и процесс наблюдают, создание и так далее, поэтому они немножечко больше видят того, чего... Можно ведь ещё ввести приз зрительских симпатий? Ну, значит, как-то говорится, давно живём, мы всё делали, всё пробовали, всё по-разному. Не пошло. Да, ну, к сожалению, нет такого значительного круга людей, который бы знал всю общую обстановку, да, и мог бы действительно реально там выбрать. Вот, ну, трудно сказать, что когда человек там пришёл и видел там один-два спектакля в сезоне, да, и вот как он может там... Быть полноценным, собственно, да, оценщиком. У нас небольшая пауза традиционная, сейчас мы очень скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культпоход. А вы получали такую премию? Да. Да, да, да. Как это было для вас? Нет, ну, это всегда радостно, естественно. Я не верю тем, уж мне, простите, если меня там слушает кто-то из моих коллег, я не верю тем людям, которые, получив эту премию, значит, сделав, может быть, какую-то такую... Ну, Мину, я не очень удивлён, или там, ну, ладно, ну, хорошо, ну, спасибо. Вот, на самом деле это очень замечательное чувство, радостное, потому что признание коллег, оно очень важно. Ну, возьмите по аналогии, я не знаю, там, с вашей компанией, да, Эхо Москвы. Вот ваша вот редакция кировская, там, скажем, да. Если вы там на каком-либо конкурсе, там, да, побеждаете с какой-то своей программой, вам это приятно или нет? Приятно. Да, приятно. На самом деле это очень приятно. Вы же, вы же вкладывали свой труд, вы старались, вы хотите создать некий такой продукт для радиослушателей, который будет им интересен, который будет приведёт к тому, что они будут слушать только вашу команду и так далее. Ну, то есть, понимаете, профессия ведь актёра, в частности, ну, и даже, скажем, можно сказать, там, режиссёр и художник, они, он публично. Любой человек, купивший билет, зашедший в театр, он приходит, смотрит и оценивает. А как уже он его оценивает? Да, равнодушным он остаётся, да, или он выходит, как бы, да, с каким-то душевным, там, да, позитивом, там, да, с каким-то... Ух, что-то у него там привернулось, ох, да, как здорово. Что-то с послевкусием выходит. Да, с каким-то, да, замечательным послевкусием выходит. Ну, то есть, здесь, ну, любому человеку это знакомо, понятно, когда, когда, когда плоды его труда, скажем, да, ну, оценены как каким-то образом, скажем, по достоинству, условно говоря. Конечно, это очень хорошая вещь, приятная. Мы продолжим наш разговор, безусловно, но пора нам начинать уже играть, и перед тем, как мы продолжим задавать вопросы... Мы должны снова огласить маленький список призов. Да, и напомнить номер телефона ещё. 211-101, да. 211-101, да, будьте внимательны. Итак, напоминаем, что же у нас ещё в розыгрыше. Ну, просто великолепное событие мирового масштаба состоит с 5 апреля в Вятской филармонии. Это концерт Томми Эммануэля, один из самых известных гитаристов планеты. Я несколько любопытных фактов о нём озвучу. Оказывается, Томми Эммануэль впервые взял гитару в руки в возрасте 4 лет, а в 12 лет он уже давал уроки игры на этом инструменте. Вы представляете? И при всём при этом гитарист не владеет нотной грамотой. Он сочиняет свои композиции, просто записывает их на телефон, чтобы потом не забыть, что он там придумал. В 2000 году Томми был приглашён выступить на закрытии Олимпиады Олимпийских игр в Сидне, да. И помимо него в торжественной церемонии приняли участие Кайли Минок и Savage Garden. Ну, знаменитые коллективы и знаменитые исполнители. Австралийские. Австралийские, да. Ну, кстати, мы не так много известных людей из Австралии-то знаем. Ну, если порыться, можно вспомнить. Николь Кидман, Гурт Рассел, да? Ладно, продолжим. 5 апреля, ещё раз напоминаю, концерт Томми и Мануэля в Вятской филармонии. Кроме того, у нас есть билеты в драматический театр. Там два спектакля. 24 марта «Свободная пара» в 18.30, 25 марта «Ханума» в 17.00. Театр у нас с Паской, напоминаем. «Сон в летнюю ночь» 31 марта в 6 часов вечера. Можете туда отправиться. «Киномакс» — это пригласительный билет на две персоны на любой фильм и сеанс. У нас ещё осталась парочка книг. Это «Катя. Пиццы. Город не принимает». Это противоречивая, увлекательная, нелицеприятная, жёсткая и возвышенная книга о юношеском становлении, любви, поиске смысла жизни и яростной борьбы за существование, за то, чтобы оставаться самим собой. Книга Захара Прилепина «Лимонка в войну» тоже у нас есть. Это документальное повествование от очевидцев, участников или миротворцев военных конфликтов, которые были в Сербии, Ираке, Абхазии, Чечне и Украине. Эту и другие книги вы всегда можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская, 65. Это торговый центр театра «Леболенина-103». Это торговый центр «Крым». Выставки в Вятском художественном музее вы тоже можете туда отправиться. Либо это выставка в стране берёзового сица, салтыкиада и дыхание современности. Ну и «Галерея прогресса», где открылась буквально в среду выставка «Живописи краски среди земного моря». Очень красивая, импрессионистическая выставка. Владимир Иванович, у нас принято, что первый вопрос задаёт гость. Вы у нас на правах гостя. Вам, собственно, и озадачивать наших слушателей. Вопрос слушателям. Но, я думаю, нужно попроще какой-нибудь вопрос задать. На всякие задают. У нас иногда, как получается, задаёшь простой вопрос. Да. Что-то долго не получаем ответа. Задаём сложный вопрос. Вопрос ответ сходу. Понятно. Ну, у меня есть запас несколько вопросов. Мы попробуем, протестируем. Даже любимого зрителя. Прощупаем. Вопрос номер один и очень простой, я считаю. Вот завтра в Театре Наспадской состоится спектакль «Каренин». Этот спектакль сейчас отсматривает экспертная комиссия «Золотой маски». Так что, вполне возможно, он станет номинантом «Золотой маски». К нам уже четыре человека приезжали. Экспертов завтра ещё один приедет посмотреть. Так вот. Исполнителем главной роли в этом спектакле Алексей Каренин является актёр Театра Наспадской. Будьте любезны. Фамилия. Имя. Ну, имя и фамилия исполнителя, получается, главной роли в этом спектакле. Да, несомненно. Ждём вашего звонка 211-101. Кстати, насколько успешно «Каренин» идёт? Ведь очень успешно. Да, слава богу. Там была очень замечательная команда, которая создавала этот спектакль творческий. И режиссёр Егор Чернышов, и художники Николай Слободянек, и наш главный художник Катя Андреева. Творческий состав. Там очень хороший сложился. Кстати, вот исполнителя главного роли я специально пригласил на эту роль. Теперь он в трупе нашего театра. Вот. И, ну, скажем так, и пьеса сама по себе, просто прекрасная пьеса. И когда мне за флит наш Юлия Януша это её принесла, я пришёл в полный восторг от неё. И вот тогда Егору Чернышову, который уже наш город, в принципе, знает, он был здесь дважды на режиссёрских лабораториях, предложил постановку. Он сказал, что её прекрасно пьеса, я её знаю, будем делать. Мы нахлебались горе, конечно, с ними, со всеми, потому что творческая группа была очень требовательная. Но мы, так скажем, да я про себя в частности тоже скажу. Потому что это очень серьёзная работа, потребовала очень серьёзных финансовых средств. Мне пришлось всё это каким-то образом чудесным саккумулировать, чтобы сделать то, что в результате получилось. Ну, в перспективе постановка ещё долго будет идти. Да, конечно, я очень надеюсь. Потому что интерес зрительский к этому спектаклю сегодня огромен. Мы сыграли сколько, 8 или 9 спектаклей пока ещё. Премьера спектакля была в ноябре, в октябре. Вот. На сегодня зритель нас радует. У нас есть слушатель. Да. Алло. Алло. Добрый день, как вас зовут? Екатерина. Екатерина, вы бываете в театре? Иногда. А, вы смотрели спектакль «Каренин»? Нет, пока. Ну, давайте всё-таки вы попробуйте. Кто же Алексей Каренин играет в этой постановке? Андрей Матюшин. Ура. Совершенно верно. Андрей Матюшин. Спасибо огромное. Даже если вы просто воспользовались интернетом, зашли на сайт театра и посмотрели. Ну что, может быть... Это, в общем-то, не возбраняется. Может быть, вы в театр и пойдёте? Нет. В киномакс. В киномакс хотите всё-таки пойти. В очередной раз кинематограф победил у нас в театр. Хорошо, поздравляем вас. Не кладите, пожалуйста, трубку. Наш редактор вам объяснит, как эти билеты заполучить. Николай. Это мой снова вопрос, да? Да. Ну, я тогда снова ухожу с культурной стези в контркультурную, да, потому что я всегда всё спрашиваю про рок-н-ролл. И возвращаясь к нашей героине, нашего первого моего вопроса, группе Kings, значит, они развивались, естественно, научились играть. Офф, они научились играть на музыкальных инструментах. Более того, они начали издавать концептуальные альбомы, то есть посвященные каким-то глобальным проблемам британским. В Британии всегда было много проблем. В том числе... Большая же страна-то, конечно. Большая страна, да, помнишь, никогда-то никогда не заходило солнце. Была же такая у нас Британия. В том числе, да, Великая Британия. Имперским амбициям у них был посвящен альбом и чему-то ещё. И один из альбомов был посвящён одной из самых болезненных проблем английской системы образования. Вот сейчас мы песенку из этого альбома послушаем. Маленький кусочек. Человек вспоминает свою первую любовь. Школьную, разумеется. Играют всё сами уже, без приглашённых. А что это, человек вот так... Ну, человек уже в возрасте, он просто вспоминает своё школьное прошлое. И в том числе затрагивает в этой песенке ту самую тему, которую вам сейчас предстоит угадать. Итак, какой болезненной проблемой современного английского образования посвящена концептуальная пластинка группы Kings под названием «School Boys and Disgressive» 1975 года? Три варианта ответа. Это расизм. Это телесное наказание. Или это алкоголизм. Вот какой страшной проблеме посвящена вот эта вот... Соответственно, среди обучающихся, да? Нет, просто для Англии эта проблема до сих пор очень актуальна. Для Британии эта проблема очень актуальна. Там после уже того, как на слушателей ответят, просто добавлю интересное очень отношение к этой проблеме до сих пор, как ни странно. Есть желающие сказать, кстати... Проблема, то есть она законодательно урегулирована как-то вот эта же... Сейчас подойду, давай послушаем ответ. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый. Говорите громче и увереннее. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр. Да, и какой же проблеме посвящена эта пластинка? Я думаю, проблемка телесных наказаний. Совершенно верно. Это проблема телесных наказаний. Дело в том, что в Англии только 30 лет назад в госшколах отменили телесные наказания. Зря, наверное. Да, и самое интересное, что недавно проходил опрос, значит, порядка 70% взрослых людей считают, что это нужно возвращать в школы. И самое, что интересное, 20% детей считают, что это нужно возвращать в школы. Каждый пятый? Каждый пятый ребенок считает, что телесные наказания нужно возвращать в государственную систему. В частных пансионах они сохранились до сих пор. Александр, а вы-то как? За телесные наказания в образовании или против? Видимо, за. Вспоминаю. Как она называется? У Райкина была такая. И отец меня бил, и дед отца бил, и мы будем бить, как сидорову козу. И все же выросли. Ну, понятно. А вас в школе линейкой по рукам-то щелкал педагог? Нет. У Казки не щелкал. Но не еще щелкал. К счастью, нет. Я говорю, что это... А говорят еще в музыкальных школах, иногда преподаватель тоже говорит. Ну, смотря... По рукам-то. Нет, не по рукам. Хореографии. Хореографии, да. Духовики, там же постоянный телесный контакт, там же дыхание нужно постоянно правильное. Там как по животу в ряду мало не покажется. Мне кажется, на этом культпоход будем обсуждать тем интересных доказаний, которые они не должны. Ладно, Александр, простите, чуть отвлеклись, но все-таки... Вы правильно ответили, да, выбираете приз, который вы хотите получить за правильный ответ. А вот билеты на Томми Эмманурия еще есть? Конечно. Есть, конечно. Вот они, видимо, как раз обсуждали. 5 апреля состоится концерт Вятской филармонии. Не кладите, пожалуйста, трубку. Сейчас вам объяснят, как и где можно этот билет забрать. У нас подошло время рекламы, после которой еще останется время чуть-чуть на культпоход и на разговор с Владимиром Грибановым очень скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Итак, мы продолжаем нашу программу. Владимир Грибанов у нас в гостях. Директор театра «Наспаска» и председатель Кировского отделения Союза театральных деятелей России. Владимир Иванович, несколько слов еще о жизни театра. Я смотрю традиционные гастроли в начале апреля, да? Ребята из Цыктывкара приедут. Да, из Цыктывкара театр, да, к нам приезжает на несколько дней. Академический театр драмы. Да, русский театр, да. Приезжает на несколько дней, будет у нас гастролировать утро-вечер и детские спектакли. Спектакли для взрослых будут играть. Ну, первоначально рассматривался вариант, возможно, обмена гастролей. То есть они к нам, вы к ним? Ну, так складывается наш режим рабочий, что у нас там спектакль на выпуске нового ира, это одна причина. Есть другие причины. К сожалению, на сегодняшний день ни у одного из кировских театров нет господдержки для осуществления гастрольной деятельности. Ну, а ездить просто так, чтобы наработаться, приехать с нулями или с долгами. Это еще и с минусом, да. Да, смысла нет. Потому что все равно, так или иначе, спектакль спектаклями все замечательно, но это еще как средство зарабатывания, да, средство для того, чтобы театр мог существовать. Ну, так что вот. Ну, вот я знаю, что летом Казань приедет к нам в город и будет на площадке драматического театра гастролировать. И, может быть, даже что-то и на нашей площадке будет играть. Летом же к нам просится же из Сыктывкара музыкальный театр. Значит, вот буквально сегодня пришло письмо, значит, там просят они пустить на пару дней на суда. Ну, и потом я тут слышал, тоже пока ехал на программу, тут Руслан Мамедов рассказывал про бурную деятельность, антрепризы всякого рода приезжают. Антрепризы, у нас, по-моему, с этим-то проблем нет, по-моему. Да, театральные проекты разного рода наступают друг другу на пятки, значит, там отнимают друг другу кусок хлеба, значит, и так далее. Вот. Что касается, собственно, самих театров, вот буквально в субботу будет премьера нового спектакля в театре «Кукол», «Теремок». Так получилось, что одновременно практически выйдут премьеры и в драматическом театре, и в театре юного зрителя. А у нас будет «Маугли» премьера, у них 18.25, значит, там «Дюма» и так далее, такая вот история. Мы говорили как раз с Юлей Янушай, которая к этому приводит. Она подкинула рабочего рода, подкинула рабочего рода. А в сценировке, значит, они ей заказали, она, значит, эту сценировку. То есть, жизнь продолжается, несмотря там ни на что. И вопреки, мы все знаем прекрасное положение Кировской области, как она там, да, финансовые, какие у нас здесь проблемы. Они отразились на всех, буквально на бюджетных учреждениях государственных, имеют не только культуры, но и медицины, и всего остального. Но, тем не менее, мы находим, как бы, возможности, значит, создавать новые спектакли и радовать нашего зрителя. Ну, видимо, мне пора раздавать следующую очередь. Своим вопросом я хочу проанонсировать программу «Союз нерушимый», которая начнется через полчаса. Сегодня мы там будем говорить о Наврузе, Навруз-Байрам. Очень значимый праздник для тюркских, иранских народов, да. Мы в Азербайджане празднуем, в Таджикистане, в Узбекистане и так далее и тому подобное. В России у нас Башкортостан, Татарстан. И у нас мероприятие на базе дома «Дружба народов» было. Да, и вопрос сейчас будет звучать. Один из азербайджанских народных инструментов. У нас, когда приходил ансамбль «Дружба», этот инструмент присутствовал. Вот из-за один из трех руководов. В руках, да, в руках у одного из музыкантов. Тогда я буду молчать, а то подскажу. Давайте напомним, как он звучит, а вам предстоит, собственно, назвать. Называть, что это за инструмент. Я дам варианты ответа для облегчения задачи. Итак, давайте послушаем. Не томи, говори варианты. Три варианта ответа. Если вы слушали нашу программу, те музыкальные, то безусловно вспомните. Три варианта. ВАЗ, ЗАЗ или САЗ. Три варианта дал. 201, 101. Вот такой инструмент. Понятно, что инструменты струнные, да? Ну, да, это как бы слышно. Струнный инструмент. И мне кажется, не только одному тебе понятно. Да, почему именно такой музыкальный вопрос у меня? Потому что на ВРУС праздники музыка одна из важных составляющих данного действия. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здрасте. Владимир. Владимир. Что за инструмент? САЗ. Конечно, САЗ. САЗ. И человек, который непосредственно держит его, еще исполняет что-то. Его зовут Ашуг. Или Ашиг там еще. Этого я не знал, но инструмент знал. САЗ. А еще какие национальные азербайджанские инструменты знаете? Нет. Только вот именно я сталкивался с этим инструментом. Только САЗ. С САЗом. Хорошо. А с ВАЗом и с ЗАЗом вы не сталкиваетесь? Нет. С ними. На них не ездил. Ясно все. У нас еще много на самом деле призов. Что вы хотите получить? Если есть, то в Киномакс билетики. А вот забрали уже. В Киномакс уже, да. Вас обередили. А вообще в кинотеатры есть куда вы билетики? В кинотеатрах уже нет, но есть в драматические театры, есть в театры на Спасской билеты, есть книги. В драмтеатры. Давайте в драмтеатры. В драмтеатры. А что хотите? 24 марта свободная пара в 18.30, либо 25 марта Ханума легендарная. Да, в 17.00, да. Завтра это 25 марта? Да, завтра. Да, это завтра. Завтра. В 5 часов вечера. Как сложно сразу сказать. Определяйтесь. Давайте. Давайте. Завтрашний, да? Ханума. Да, завтра. Не вопрос. Хочется все разыграть. Все, что есть. Ну, тоже так попроще, чтобы люди не сильно ломали голову. Кто, раз уж там, да, тут завязано на союз театральных деятелей, в том числе разговор. Кто в предыдущие 10 лет был председателем Кировского отделения союз театральных деятелей? Очень известный в городе Киров человек. Да мы только что говорили про один из спектаклей драматического театра. Актриса. Понятно. Актриса. Понятно. 211-101. Ну, довольно легкий вопрос. А вы, кстати, с какого года-то руководите с союзом театра? Ну, вот в прошлом году я был переизбрант. Заново, значит, у меня было там 10 лет я руководил с союзом. Потом другой человек 10 лет. Вот который сейчас под вопросом. Который сейчас под вопросом. Точнее, уже под ответом, похоже. Добрый день. Вы в эфире. Как вас зовут? Еще раз? Андрей. Андрей. Так, Андрей Жигалин у нас? Да. Да, узнали мы вас. Ну, вам-то уж невозможно не дать неправильный ответ. Да уж. Ну, это, конечно, Наталья Исаева. Да. Народная. Заслуженная. Народная. 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 Народная артистка Российской Федерации. Книжку, Андрей? Ну, да. Вот. Прилепина. Прилепина. Книжку Прилепина. Ну, что ж, Андрей. Лимон к войну. Хорошо. Она ваша? Да. Николай. Снова вам задают вопросы. Уважаю про свою любимую группу Kings, которая в том числе записала в 70-м году такую классную песенку с красивым названием Lola. Когда королева отпраздновала 50-летие свое правление, он как раз исполнял ее на этом концерте. Мне очень понравилась там кадра. Сидит королевская семья, вся дружно подпевает припевчик. До припева мы не доползем. Она длинная. Но вот кусочек этой композиции мы все-таки успеем послушать. Это что, гитара под банджер стерезована? Да, гитарка под банджер стерезована. На самом деле он под гитаркой такой играет с какой-то железной прокладочкой. В этой песне рассказывается о том, как герой этого произведения встретился в одном из вечерних ночных весельных заведений с Лолой. И Лола это, так сказать, посадила его к себе зачем-то на колени и крепко-крепко обняла так, что позвоночник едва чуть-чуть не сломался. И вопрос такой к слушателям. Если эта песня пошла уже до конца, будет понятно, кто это Лола. А я вам предлагаю три варианта. Лола или Лол? Лола. Лола. Л-О-Л-Эй. Там поют еще в припевчике так. И рифмуется с Кока-Колой, естественно. Это была спортсменка? Это была горилла? Или это был мужчина? Мужчина, спортсмен, горилла. Да. То есть главная героиня песни Kings про Лолу. Кто же оно было? Вот тот, кто ответит, тот и получит наш следующий три варианта. В каком состоянии писалась эта композиция? Песня писалась в нормальном состоянии, это как раз когда вот темы, которые сейчас овладели Западной Европой, они только начинали еще звучать. Вот темы толерантности, как сейчас модно говорить, да, вот они-то начали звучать. Была одна из песен. Почему я удивился, что королевская семья так дружно ее распевала? У нас есть вариант ответа. Алло, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Олег, мне кажется, это горилла. Нет, Олег, у вас не получилось. У вас еще два варианта ответа. Это был мужчина или была спортсменка? Попробуйте, может вам повезет больше. Не будем вас отпускать, давайте еще. Так, спортсменка и мужчина? Да. Давайте спортсменку. Ну, значит, следующий человек ответит правильно, Олег. Олег, вам так и не повезло. Не повезло. Так, ну вот теперь мы уже как-то надо пригласить следующего. Теперь тот, кто дозвонится, по идее, должен, конечно, ответить правильно. Ну, по-моему, вполне конкретно Николай рассказался о проблеме. Да, я сказал. Вернее, не о проблеме, а о явлении, которые тогда вот только начинало обсуждаться. И о толерантности. Я все, я подсказал все, что мог. Единственное, что они сказали, что это песня 70-го года. Возможно, вы подумали, что в то время об этом еще просто не говорили. Нет, говорили. У них уже говорили. Алло, слушаем вас. Да-да, это мужчина. Конечно. А как вас зовут? Светлана. Светлана. Вы абсолютно правильно угадали. Светлана, выбирайте приз из тех, которые у нас остались. А какая книга осталась? Книжка осталась у нас... Катя Пиццик. Катя Пиццик, да. Катя Пиццик. Город не принимает. Любовь – это северное сияние. Вот-вот я ее возьму, да. Ой, если бы вы ее не взяли, я бы ее купил себе. Уже люблю книжки про любовь. Отлично. Поздравляем вас, не кладите трубку. Но, судя по голосу, уже не первый раз Светлана участвует. Знает, куда прийти, книжку забрать. Не знает, когда правильно ответить, когда два первых варианта уже прогорели. Да. Еще раз напомню, что скоро программа у нас будет в эфире «Союз нерушимый». Мы будем говорить про праздник Наврубуз. И я сейчас задам вопрос. Конечно, вопрос. Сейчас еще один будет звучать. Музыкальный инструмент. Музыкальный народный инструмент, который тоже у нас был здесь, в студии, в живом исполнении. Давайте послушаем этот кусочек и дам три варианта ответа. Щелчком. Помню, как. Просто совершенно такая очень трудная техника игры. Я просто удивлялся, как человек может играть. Инструмент, понятное дело, ударный. Можно было бы просто барабаном назвать. Но все-таки у него есть свое. Это называется не барабан. Очень такое забавное название. Специфическое свое название есть. Есть звук уже, Владимир. Да. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здрасте. Андрей. Это был мужчина. А, вы на предыдущий вопрос еще? На предыдущий. Там уже ответили. А ведь Светлана уже ответила. Светлана уже ответила и книжку уже ввела. Так, подождите, не кладите трубку. А вы сейчас слышали, да, вот этот ударный инструмент звучал? Нет, не слышали. Не слышали? Он, к сожалению, не получится. Ладно. Ждем следующего звонка. У нас остается в две минутки. Буквально до конца культпохода 211-101. Азербайджанский народный ударный инструмент с очень красивым названием. Да. Звоните быстрее, пытайтесь. Есть у нас еще возможность вас отправить на выставку. На одну из трех выставок. У нас четыре. А Краски и Средиземноморья у нас еще есть глядя прогресса. Алло. Есть звонок-то у нас? Нет звонка? Нет звонка пока. Ты очень сложно задал. Видимо, люди, которые слушают союз нерушимый, не всегда слушают культпоход. Да, так я же не дал вариантов ответа-то. А ты дай вариантов ответа. Три вариантов ответа. Так давай уже. Ждем звонка, понимаете. В общем, как это называется? Это называется багара. Это называется нагара, либо сюгара. Вот так вот. Что-то, мне кажется, понятнее не стало. Нагара, багара или сюгара. Ну, вот именно так пришло. Я помню же это название, оно мне очень понравилось. Нет, на самом деле я заготовил больше звуков и инструментов азербайджанских. Вот у меня время подходит к концу, а мы еще не успели послушать зурну. Ну, сейчас мы сначала послушаем нашего слушателя, а потом поговорим про зурну. Хорошо. Добрый день. Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Попробую ответить, что это багара. Багара? А как вас зовут? Надежда. Надежда. Хорошее имя, Надежда. Она всегда умирает последней. Надежда. Есть еще варианты. Сюгара. Как? Первый не очень точно был. Ну, похоже, но не очень. Не багара. Сюгара. Сюгара? Сюгара. Да. Тоже неправильно. Так. Последнее, что осталось, назовите и получайте еще раз. А я забыла там название. На-га-ра. А, на-га-ра. На-га-ра. Ударный инструмент называется на-га-ра. Такой шахтерский такой термин. На-га-ра. Ладно. Не хочется вас оставлять без подарков. Все-таки что вы хотите получить? Спасибо. Давайте в галерею прогресса сходим. В галерею прогресса. Отлично. Спасибо сказать и Дмитрию Вишеляеву. Кладите трубочку, да. И вам объяснят, как получить пригласительный бюджет. Ну что, завершаем на эту программу Культпоход. Большое спасибо нашему гостю Владимиру Грибанову, директор Театра Наспадской, председатель Кировского отделения Союза театральных деятелей России. Удачи театру вам. И с праздником вас наступающим. Спасибо всем огромное. Мы надеемся с удачей года. Уважаемые зрители, мы ждем всегда к себе в гости вас на все спектакли. Спасибо. Культпоход завершаем. Я не прощаюсь. А я говорю, до свидания, до понедельника.